Важно прийти на выборы и разуметь, за что голосуешь. Это прогучалось сегодня на встрече депутата Палаты представников Национального схода Беларуси, старшине Беларуской партии Беларусь Олега Романова с работными коллективами Гродна. На этом тыдне он працует у своей выборской окрузии и такие встречи будут проходить штуденно. У центра уваги развития нашей страны за последние 30 лет. На годам беларусам, чего она достигнула за годы, «Незалежность» и «Майя» на Мэте новый осветительский проект Беларуси под названием «Президентская республика». Во время работы в округе мы будем делать акцент на подготовке к выборам президента Республики Беларусь и на тех задачах, которые сегодня стоят перед государством, белорусским обществом. Как мне кажется, каждому гражданину важно понимать то, что решение о выборе президента принимается не на эмоциях, не на основе принципа «нравится-не нравится», а на основе ответственного и рационального выбора. И для этого Беларусь запустила проект «Президентская республика», в рамках которого мы рассказываем людям о том, что было и что стало, каким трудом досталось благополучие граждан нашей страны и как мы пришли к тому успеху, который мы имеем сегодня. И разница между началом нашего суверенного развития и тем, что мы имеем сегодня, колоссальна. И вот этот результат был достигнут талантом, умом, трудом президента Республики Беларусь, белорусского государства, белорусского народа. И об этом мы как раз и будем говорить с людьми на встречах, в трудовых коллективах, для того, чтобы когда они 26 января придут на выборы, могли четко, разумно и ответственно сделать свой выбор, выбор правильный. Беларусь работает в электоральной компании многомерно, так как она всегда это делает. Мы принимаем участие и как наблюдатели в Центральной избирательной комиссии, и мы будем участвовать в избирательных комиссиях разного уровня. Но а сейчас основное, что мы делаем, мы проводим большую просветительскую работу. Также мы запустили проект президентской республики «Голос молодежи» для общения с нашими молодыми людьми, которые, может быть, впервые будут делать свой выбор в рамках электоральной кампании. Кроме того, Беларусь открыла общественные приемные, или, более правильно сказать, активизировала работу общественных приемных, в которые будут приходить избиратели, вносить свои предложения. Там будут работать юристы, нотариусы, которые будут помогать нашим людям оказывать бесплатную юридическую помощь. Это такое вот, ну, по договоренности с нотариальной палатой нашей страны. Поэтому работа сейчас идет по самым разным направлениям. Коллектив 6-й городской поликлиники Гродно Олег Романов наведал ящей и кабушановась работников, які обмаються обмежаванной махчымасти. Напереды дни Дня инвалидов, які у Беларуси будзе означаться Третьего Снежня, старшиня Беларуси урушил им подарунки, подяковав за працу и за зноденные силы уносить свой уклад у развития краины. Это важная задача нашего государства, который является социально ориентированным, которое ни одного человека не оставляет в беде, один на один со своими проблемами. Но в этом государстве должны помогать люди, гражданское общество, общественное объединение наше. И Беларусь сейчас запустила такой проект, мы связаны, приурочены ко Дню инвалидов. И еще раз подчеркну, что он состоит в том, что инвалиды, работающие на предприятиях, в организациях, мы с ними будем встречаться и благодарить за их труд. Если врать в целом, то более 70% бюджета Республики Беларусь идет на социальные цели. И значительная часть из этих денег – это помощь людям с нетрудоспособностью временной или, возможно, постоянной. И поэтому люди, которые имеют такие серьезные проблемы со здоровьем, они получают необходимую помощь от государства и на реабилитацию, и на компенсацию тех проблем, которые они имеют в материальном плане. Я считаю, что проводится большая и достойная работа в этом направлении.